Привет! Сегодня будет лайтовый ролик, потому как я все-таки еще не до конца выздоровел. Так что можно расслабиться, налить себе чайку и будем распаковывать посылки. Приятного просмотра! Так, ну и начнем с деревообработки. Первое, что мне пришло, это вот такая аккумуляторная циркулярная пила. Фирма Z-TREK. Это то же самое, что и DECO. Что у нас внутри? Инструкция. Сама пила, упор, так, и ключик. И вот в такой вспененной штуке упакованы... Так, это у нас типа патрубок для пылесоса. Об этом чуть позже поговорим. Хотя, в принципе, давайте сейчас. Я сначала подумал, что у компании Z-TREK как бы есть свой пылесос, к которому, возможно, подходит такой патрубок. Но у них вроде вообще нет пылесосов. Так что, странный патрубок. Зарядное устройство. Ну, весит оно практически ничего. И два 20-ти вольтовых литий-ионных аккумулятора. Все, защелкнулось. Помимо того, что... Блин, а вот вытаскивается туговато как-то. Помимо того, что она в базе может заряжаться, у него еще есть вход... Как это правильно называется? Апр... 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 Короче, просто под отдельный блок питания. Провод... Ну, не длинный. И, конечно, розеточка сразу же... Немножко... Подзагнута, не знаю. Ну, видимо, чтобы потуже входило, да? Ну, и, кстати, правда, достаточно странно. Потому что даже на аккумуляторах написано просто 20 вольт, и все. То есть, ни ампер-час, сколько ничего-то еще. На самом зарядном устройстве даже есть, вроде как, готовые места для наклеек с техническими характеристиками. Но они пустые. В общем, такое впечатление сложилось, что, скорее всего, просто от этой пилы отказались. И, мне кажется, сделали одну большую партию, и до сих пор ее распродают. Ну, не точно, конечно. Возможно. Пильный диск я приобрел самостоятельно. Потому что в комплекте его нет. Это у нас диск Атака. В нормативах пилы написано, что подходит 185-й диск. Но вот я взял 190-й. Я, на самом деле, уже проверил. И такой тоже подходит. Что тут у нас? Это для быстрого реза. Короче, черновый диск. Блин, да пофиг. Устанавливаем. На самих аккумуляторах нет никакой индикации про уровень заряда. Но вроде как тут есть на самой пиле. Сейчас попробуем вставить. И посмотрим. Так. Вот здесь у нас есть кнопочка. Но она что-то ничего не показывает. Кнопочка нажимается? Ну да. Нет никакой индикации. Так, она работает. Она работает. Что, давайте сделаем какой-нибудь тестовый пил. Одно из применений этой пилы, зачем нам, в принципе, мне нужна, это распиливать большие трехметровые доски кленовые на нужные мне отрезки для дальнейшей обработки. И посмотрим, как она справится. Я сразу не пропиливаю. Я думаю, что вряд ли она справится сразу с целиковым. Ну, хотя что, давайте попробуем сразу с целиковым. Я думаю, ничего страшного. Даже не факт, что хватит вылета. Ну, посмотрим. Ладно, пробуем. Видео ускорено в два раза. Наверное, сразу скажу, что такая пила мне нужна только для, там, чернового реза, допустим, или распуска больших листов. Так что ничего запредельного я от нее, на самом деле, не ждал. Звучок, конечно, странный, но, блин, пропилило. Так, ну, ладно, если честно, не ожидал. Мне казалось, где-то на середине она заглохнет. Уйдет в защиту, или как это правильно называется. Вот, единственное, не пойму, почему нет индикации никакой на самой пиле по уровню заряда. Так, и я вроде не сказал, она бесщеточная. Так что, как, собственно, показал тест, мощи вроде даже как хватает. Единственное, по количеству оборотов я не уверен. Там заявлено вроде частота вращения на холостом ходу 11 тысяч оборотов в минуту. Не знаю, как будто-таки. Ну-ка, вы сейчас по видео сможете понять. Еще я не знаю, это называется плавный пуск. То есть она как бы не дергается. Она... Ну, то есть никаких рывков вроде как нету. О, появилась зарядка. Ой, индикация. А, стоп. Загорается, когда она включается. Ну... Что я делаю? Чего? Что происходит? Я... Я... Я что-то переключаю. Давайте я избавлю вас от этого дедуктивного метода. В общем, методом вот этого тыка Я как-то определил, что есть две скорости у пилы. Я понятия не имею, для чего это. Так что, если знаете, пишите в комментариях. Ну, а я перехожу к следующей посылке. Это ламельный или присадочный фрезер? Как правильно говорить? Заказывал уже вот давно на Алиэкспресс. Стоял, ждал, когда я его распакую. Короче, это самый, наверное... Ну, один из самых дешевых ламельных присадочных фрезеров. Название ему Хильда. Такой фрезер я видел на канале у Мэри Вуд. Ну, почти. Мэри Вуд. И вроде как у нее работает. Так что решил тоже себе такой приобрести. Это что у нас? Это здесь, наверное, фреза, да. Штука, конечно, очень полезная. А если еще знать, что она стоит всего 4 тысячи рублей, это вообще золото. Жалко, конечно, что не кинули парочку штуку вот этих самых ламелек, которые выставляются. Это так бы протестил. Так что придется, наверное, на ЧПУ самому вырезать из фанеры. Ну, ладно. Чисто для демонстрации. Пока я продержу рукой. И у нас остается вот такой вырез. Соответственно, нужно сделать... Предварительно, конечно, нужно сделать разметку одинаковую. И вот таким макаром вставляется сюда ламелька эта и стыкуется между собой. Тем самым выравнивается высота и минимизируется порожек, скажем так. Ну, что, блин, пока что работает. И то хорошо. Следующий. А следующий у нас посылка от Savin's Name. Ребята прислали, по-моему, это система пылеудаления для ЧПУ. И защиты от попадания на направляющие. Всякой стружки и так далее. А, еще есть этот датчик высоты. О, прикол. Надо попробовать остановить. Я пока еще не знаю, как это сделать. Там при сборке вроде все интуитивно понятно, но на всякий случай попросил видеоинструкцию у технической поддержки Savin's Name. И да, вроде все нормально, правильно собрал. Успел даже посмотреть на все это в работе. И вот что скажу. Защита для направляющих вполне себе отличное решение, как мне кажется. Ну а вот система аспирации, к сожалению, мне кажется, не очень эффективна. При работе на ЧПУ может появляться стружка вот такого плана. И она запросто может застрять в этом алюминиевом профиле. При обработке одного щита у меня такое происходило раза четыре, по-моему. Я работаю через стружку от SOS. И, как видите, у меня есть аж целых два понижения диаметра шланга. Тем самым мы очень сильно уменьшили мощность всасывания. В общем-то, мой вердикт, мне кажется, нуждается в доработке. А я продолжаю распаковку. И следующая у нас аккумуляторная, по-моему, бесщеточная, да, бесщеточная углошлифовальная машинка ДК. Модельку вы, в принципе, видите. Я ее уже распаковывал, на самом деле, и включал. Но давайте ради демонстрации еще раз распакуем. Что у нас имеется? Тушка. Два аккумулятора 20-ти вольтовых на 4 Ампер-часа. Ручка. Ключ. И блок питания. Устанавливается это все, я так понимаю, у нас... Ну-ка, посмотрим. Да, у нас одинаковые аккумуляторы, в принципе. Но, несмотря на это, из-за того, что на базе аккумуляторной нет никаких технических надписей, заряжать аккумуляторы от болгарки я в ней не буду. На самих аккумуляторах есть кнопка с индикацией заряда. Так, они у нас полностью заряжены. А, ну и заряжается он, соответственно, через блок питания вот так. Так-с. Что-то, короче, я заморачиваться не буду. По-моему, 2 мм толщина, полтора сечения. Или как это правильно, наоборот. Так-с. Отчечки. Ну что, попробуем, что я тут. Думаю, с этим легко справиться. Ну, не знаю, что. Пилит. Сейчас попробую... Ой, горячо. Сейчас попробую с усилием уже нажать. Я думаю, будут какие-то остановки в защиту уходить. Ну, посмотрим. Да, входит в защиту. Ну, я не знаю. В принципе, надо ли так давить на заготовку? Ну, если никуда не спешить. Так справляется. Ну, в общем-то, не знаю. По видео сами определяете, как хорошо-нехорошо. Но, на самом деле, я когда огромной своей макитовской болгаркой сетевой работаю, я даже там такого давления не даю. Так что, вполне себе не спеша пилит. Ладно, она у нас пойдет еще в следующем проекте. Вы увидите, как она себя там покажет. Так, ну, раз уж мы начали по металлообработке, у нас есть еще... Это последний, да, по-моему? Да, у нас есть еще один последний конкурсант. А почему конкурсант? Мы просто распаковываем. И в завершении у нас полуавтомат. Также от фирмы Дека. Автоматик, конечно, по-моему... Ладно, тоже один из самых бюджетных. простенький за выглядит по моему приколдесно так принципе те кто достаточно давно за мной следит знает что я сварщик еще тот от бога вот но если честно посмотрел обзоры профессионалов сварщиков чонис говорят конечно что говорят мало чего приятного говорят но вроде как аппарат работает у нас есть возможность подключения газа аргона углекислоты как там смесь называется не знаю точно вот но короче я съездил себя в городе узнала сколько стоит приобрести в аренду или купить баллон в общем у нас он продается там около 12 тысяч за баллон 40 литровый вот и плюс заправка еще соответственно они заправка и плюс еще стоимость самого газа 12000 это просто баллон вот ну короче как будто ки это слишком небюджетно получается потом следующий раз может еще как-нибудь попробую это провернуть но пока что для теста я взял порошковую проволоку 0 9 килограмм и попробую и тестить я его в этом ролике не буду мне нужно проконсультироваться ладно пока не буду устанавливать разберусь как это все работает поштудирую всякие литературки и в одном из следующих роликов протестируем ее на одном из моих долгостроев заказов ну ладно не будем о грустном есть она еще забыл сказать про сварочную маску она тоже от фирмы декла в общем то такие дела кстати пишите в комментариях может пользуетесь каким-то инструментом своей мастерской напишите свой отзыв может будет кому-то полезно чё по новостям ближайшее время буду утеплять крышу мастерской потому что в зиму я точно так не смогу уйти и работать здесь будет невозможно также сейчас думаю насчет отопления все-таки у меня стоит печка но я скорее всего от нее откажусь она и дымит это нужно переделывать и трубу и в принципе это мне кажется ну по крайней мере по моей печке там не особо безопасно столярной мастерской такую печку держать вот так что скорее всего буду ставить что-нибудь электрическое Wildress недавно точнее неделю назад перевалило за 100 проданных штучек подносов новых каких-то позиций я до сих пор еще не добавил ничего как-то не успелось вот но в принципе по этому подносу можно сделать уже какие-то выводы ну вот сегодня надо сейчас мне съездить вести пять подносов и уже следующие заказали надо делать новые щиты так что пока солнце не село надо бы работать ну а на этом все спасибо что посмотрели увидимся в следующем ролике пока ну это чё посмотрите вот эти ролики вот Продолжение следует...